Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и наконец-то свершилось чудо. Произошел релиз Wild West RP. Для тех, кто не в курсе, это наш дочерний проект с нашей командой Liberty RP, которая, кстати, исполнилась три года вчера, 26 июня. И как раз в честь той знаменательной даты дня рождения, да, мы, собственно, вот, пожалуйста, релиз Wild West RP. На базе RedM, то есть, для тех, кто еще не понял, это Red Dead Redemption RP. Да, нормальная RP, наконец-то. Вот, что сейчас я вам покажу. Во-первых, я немножко расскажу про мод и, в принципе, обрисую в целом контекст, что будет дальше выходить на канале. Вот, но для начала похвастаюсь маленечко непосредственно самим модом. Во-первых, вот меню выбора персонажа. Также можно создать нового, но я не буду создавать нового пока, что я потом это в отдельном ролике вам покажу, если захотите. Пишите в комментариях. Кстати, сразу, как бы, для себя отмечайте, что все, что я буду сейчас рассказывать, все, что показывать, у вас по-любому появятся вопросы, вы их куда-нибудь записывайте и в комментарии кидайте. В следующих роликах я сразу буду на них отвечать. Вот, потому что говорить здесь реально можно много и есть о чем. Вот, сразу возьму своего кураторского персонажа. Для тех, кто не в курсе, я на этом проекте, да и на проекте Liberty являюсь куратором, то есть гейм-мастером, человеком, который делает людям рпшки, какие-то интриги заводят и в целом двигает какой-то глобальный сюжет. Ну, а некоторые меня знают по таким замечательным отыгровкам, как сумасшедший чувак, который любит все мистифицировать и сводить к научной фантастике. Да, вот такая уж у меня репутация завелась, но хрен с ним. Вот, что вам нужно знать? Во-первых, то, что на RedM сейчас нету рпс-серверов, по крайней мере в русском сегменте точно. А если они и есть, то они на такой ранней стадии развития, что там у них, наверное, даже еще создания персонажей-то нету. Короче, тупо лысая коленка. На вопрос, почему у нас сейчас, как вы видите, есть все? А это классная вообще, ребят, тема. Короче, в 2018 году Discuss и Dextro, это наши кодеры самые главные, просто вот отдельное пламенное им спасибо. Ибо на этих ребятах просто держится весь проект, они занимаются непосредственно модом на 5FM у нас на Liberty. То есть вот, когда у нас шел третий сезон 5FM, Liberty, да, у нас был определенный мод. В какой-то момент Discuss решил, что надо переписывать полностью весь мод с нуля, потому что он устарел морально. И, в принципе, появилось очень много задач, которые нельзя было реализовать именно на том моде, который он делал изначально еще в 17-м году. Вот. Пока он переписывал ядро, в октябре прошлого года вышел в релиз Red Dead Redemption RP. Ой, RP, господи, просто Red Dead Redemption, да. Вот. И тогда мы решили, что да, действительно надо адаптировать мод, который они уже писали с 18-го года под Red Dead Redemption. Что, в принципе, было довольно легко, потому что, ну, как-никак, GTA и Red Dead Redemption это одни и те же разработчики. И, в целом, у них один и тот же приступ, ну, приступ, принцип построения, ну, файлов игры, короче, все-все-все-все. Короче, очень легко было адаптировать. Ну, как? Ну, нелегко, конечно, мне это судить тяжело, потому что я же, блин, не кодер, я не знаю, как это все происходило. Но происходило довольно долго и болезненно, и мучительно. И вот, наконец-то, мы релизнулись. Короче, я к чему? К тому, что у нас уже были наработки, и мы их просто конвертировали в, собственно, в Red Dead Redemption. Опять же говорю, я не эксперт, я не знаю, я не кодер, я ни хрена не шарю в этом. Но, как бы, факт в том, что сейчас реально мы, наверное, самый первый и самый адекватный в плане мода сервер, на котором можно адекватно рпшить. У нас есть все. У нас есть анимации, которые мы можем включать. Это немаловажно. Маловажно. Допустим, мы можем выбрать категорию сидеть и, не знаю, читать газету. Вот. Просто вот. Red Dead Redemption, сама по себе игра, мне кажется, она более социальна, чем GTA-шка. Здесь гораздо больше прикольных социал-очак можно отыгрывать. И в этом плане игра действительно просто предрасполагает. Особенно посиделки у костра, это, ребята, это самое просто топовое, что можно вообще придумать. И такие посиделки запоминаются надолго. Я уже не говорю о том, что можно здесь тоже всякие интриги прикольные плести. О, кстати, расцветает. Офигеть. А мы тут газету читаем как раз утреннюю. Вот. Что у нас еще есть? У нас есть потребности. О них я отдельно поговорю, потому что я как раз непосредственно этим заведую. То есть заведую предметами, потребностями, крафтом, инвентарем. Инвентарь, кстати, по типу Days'а выполнен. Вот. Если вы увидите, то я могу вот тут предмет, допустим, у нас один цент. Кстати, обратите внимание. Вот один цент, он в инвентарь идет и идет как деньги. У нас справа вверху есть счетчик денег. Если мы, допустим, разделяем и перетягиваю на окружение, я его таким образом выкидываю. Вот. Все, пожалуйста. Кстати, она будет модельку потом заменить на монетку. Это все, кстати, моя прерогатива. Я буду этим потом заниматься. Вы можете увидеть, что тут как бы уже нету доллара. Здесь есть 99 центов. И я как бы просто беру и вот подбираю. Короче, все как в Таркове или в Дейзе и любой другой прикольный вот такой вот инвентарь. Все здесь есть. Офигенно работает. Блин, это просто реально классно, ребят. Также здесь можно прокачивать персонажа, лошадь, вооружение. Лошадь покупать в смысле и много-много другое. Voice тот же самый, что на Liberty. То есть с позиционированием. Чем ближе к источнику звука, тем громче. Чем дальше, тем тише, соответственно. То есть мы можем разговаривать с людьми. Ну как бы это логично. Это уже стандарт. В принципе, без этого ни один РП-сервер сейчас вообще не обходится. Это кайф. Вот. Много работ. Более того, по поводу работы. Это вообще отдельный прикол. Здесь есть инструмент создания работ. Допустим, если вы помните такого человечка, как Falcon. Хэштег руина. Да, привет, Falcon. Он у нас тоже сейчас курирует. И у него он отвечает за создание новых работ. Допустим, вот он создал работу. Называется чистильщик туалетов. Просто восхитительная работа. Вот я ее, кстати, уже тут, получается, взял. Вот я ее снова начал. На мини-карте появился маркер, где есть ближайший туалет. Я могу заработать свои первые гроши. Вот. Это прям вообще кайф. Вот. Где-то здесь вот этот. Так. Не тот туалет. Опа. Так, вот здесь есть туалет. Вот. Сейчас мы его будем убирать и заработаем за это. Ребят, вы не поверите. Целый падла цент. Мы даже газетку сюда принесли уже, чтобы кто-нибудь подтерся. Найс. Вот. И вот таким образом можно зарабатывать денежку. Кстати говоря, я вот сейчас вот себя на мысли поймал, что вот я побежал до туалета. А бегать здесь на самом деле очень такое себе. Потому что очень быстро персонаж хочет пить. И как бы иногда лучше ходить просто пешочечком. Так атмосфернее. Да, кстати, здесь ездят неписи. В отличие от Рейджа, здесь есть неписи. И это самое главное для атмосферы. Здесь не тихий город, не убитый пустотой. А именно, что здесь есть трафик. И это добавляет, конечно, к атмосферности. Короче, здесь есть еще внутренние системы экономик. Про них я тоже могу рассказать. И есть игроки, которые уже, в принципе, играют. Так как вчера был релиз. Некоторые отыгрывают шерифов. Кто-то отыгрывает аптекаря. Кто-то отыгрывает предстанствующего путешественника. Кто-то отыгрывает мошенника. Кто-то отыгрывает просто ковбоя. Кто-то отыгрывает простушку, лохушку, пастушку, я не знаю, какую-нибудь дочку фермера. Короче, и это все настолько круто, ребят. Это просто настолько все замечательно, что, поверьте, нас ждут замечательные просто роли. А вот кто-то, кстати, бегает. Смотрите, вам сразу видно игрока. Это собака, как-то это там бегает. Давайте посмотрим. Это у нас, по-моему, Шон. Это у нас Шон бегает. Привет, Шон. В общем, ребятки, подытожу. Сервер вышел в релиз. Здесь есть много всего для РП. И я думаю, что первый вопрос, который у вас будет, это как же можно сюда попасть и по-РПшить с нами тоже. К сожалению, на данный момент набор закрыт. Набор открыт только для игроков, кто уже состоял непосредственно на проекте Liberty. То есть, собственно, нам сейчас пока что хватает игроков, но я думаю, набор в скором времени откроют, когда уже сервер будет, скажем так, в более стабильной форме. Потому что у нас есть до сих пор все-таки здесь всякие баги, стресс-тесты и прочие такие вещи. Вот. Задавайте свои вопросы в комментариях. Я на них в ближайшие ролики также буду отвечать. И, в принципе, в описании также оставлю ссылочку на сам проект, на ВК-страничку. Если что, там можете держать руку на пульсе, следить за новостями. Вот. На этом все. Как бы всем удачки, всем пока и всем тортик. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok